Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! Мы продолжаем с вами заниматься дистанционно. И сегодняшнее занятие посвящено лексической теме рыбы. Ребята, скажите мне, пожалуйста, а где живут рыбы? Узнать это помогут нам загадки. Из него вода не пьется, потому что невкусна и горька, и солона. Ребята, что это? Посмотрите, это море. Течет, течет, не вытечет, бежит, бежит, не выбежит. Что это, ребята? Догадались? Река. Посмотрите, дом стоит до краев, водой налит, без окошек, но не мрачный. С четырёх сторон прозрачный. Что это? Аквариум. Ребята, рыбы, которые живут в море, мы называем морскими. Давайте посмотрим на них. Итак, это тунец, морской окунь, треска, сельдь, скумбрия. Рыбы, которые живут в реке, называются речными, а ещё их называют пресноводными. Посмотрите, это синец, лещ, платва, пескарь, щука, ясь, судак. А рыбы, которые живут в аквариуме, называются аквариумные. И это барбуз, гуппи, вуалихвост, скалярия, львиноголовка, меченосец, золотой карась, телескоп и сомик. Запомнили? Ребята, у всех рыб есть отличительные признаки. Давайте посмотрим на них. Итак, у рыбы есть голова, туловище, хвост, плавники, жабры. С помощью жабы рыбы дышат под водой. А ещё туловище рыбы покрыто чешуёй. Ребята, а сейчас мы проведём пальчиковую гимнастику. Приготовили свои ручки, сложили их вот так. И начинаем. Рыбка плавает в водице, рыбке весело играть. Рыбка, рыбка, озорница, мы хотим тебя поймать. Рыбка спинку изогнула, крошку хлебную взяла. Рыбка хвостиком махнула, рыбка быстро уплыла. Ребята, а сейчас мы с вами составим описательный рассказ о рыбе. А поможет нам в этом план. Итак, сначала мы должны сказать название рыбы, её цвет, какого она размера, назвать части тела рыбы, где она обитает в море, в реке или в аквариуме и чем наша рыбка питается. Итак, сейчас мы расскажем о камбале. Это камбала. Камбала коричневого цвета. Это рыба небольшого, среднего размера. Камбала плоская. У камбала есть туловище, голова, хвост, плавники, жабры. Камбала обитает в море. Камбала... Заданием будет нарисовать любую понравившуюся вам рыбку и описать её с помощью представленного плана. Наше занятие закончено. Будьте здоровы и оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова